Шеф в опасности В полицию позвонил владелец ресторана «Рай для вегана». Мужчина в панике сообщил, кто-то напал на нашего шеф-повара. Несколько минут назад его увезли в больницу. Должно быть, это конкуренты решили разрушить мой бизнес. Полицейские приехали в ресторан и выяснили, что во время происшествия в служебном помещении находились трое сотрудников. Когда на шефа напали, первый повар резал лук. Он сообщил полицейским, что ничего не смог рассмотреть, потому что его глаза сильно слезились. Второй повар чистил креветок. Мужчина сказал, что был в наушниках и слушал музыку, поэтому ничего не слышал. Третья сотрудница, официантка, утверждает, что в этот момент подавала гостям лимонад. Кто из них врёт? На шефа напал второй повар. Креветки в ресторане для веганов? Не смешите. Волчий парадокс. Три волка следуют друг за другом по снегу. Один из них сказал, что перед ним нет других волков. Второй ответил, что перед ним бежит один волк, а другой бежит следом. А третий волк сказал, что перед ним два волка и один позади. В каком случае такое возможно? Это возможно только если третий волк лжёт. Случай с щенком. У Эмили был щенок, которого она сильно любила. Однако окружающие терпеть его не могли. Муж Эмили ненавидел его за то, что жена проводила с ним слишком много времени. Её подруга Дебора не любила его за шерсть, которая оставалась на её одежде после каждого визита, а горничная просто не любила животных. Однажды Эмили пришла домой и не увидела своего щенка. Женщина была в ярости. Муж сказал, что недавно вернулся с работы и ничего не знал про собаку. Подруга обиделась. Я просто забыла шарф вчера вечером и пришла его забрать. А горничная стала утверждать, что и близко не подходила к щенку из-за аллергии. Так кто же знает, куда пропал пёс? На полу полно собачьей шерсти. Разве у горничной нет на неё аллергии? Она лжёт. Правда или ложь? Детектив Эрик обедал в кафе. В какой-то момент он отошёл в туалет, оставив телефон на столике. Когда он вернулся, то не обнаружил устройство на месте. Детектив заметил мужчину на выходе из кафе и погнался за ним. Эрик остановил мужчину в тот момент, когда он собирался сесть в машину. Детектив потребовал вернуть ему гаджет, но оказалось, что мужчина не понимает, в чём дело. Я ничего не знаю о вашем телефоне. Я просто подвёз друзей на работу. Он указал на двух мужчин у дверей в офисное здание. Услышав это, Эрик тут же вызвал полицию. Почему он это сделал? Мужчина соврал ему. В его спортивном кабриолете всего два кресла. Трое мужчин не поместились бы в этой машине. Кто сбежал? Посреди ночи Деннис разбудил громкий звук. Должно быть, один из детей сбежал из дома. Но я же говорил им, что выходить после отбоя запрещено. Мужчина отправился проверять детскую. Все дети – Катрин, Рут и Ларри – мирно спали. Посмотрите на них и попытайтесь вычислить, кто из них сбегал из дома. Это Рут. Рядом с ней за занавеской спрятан грязный кроссовок. А под кроватью лежит картошка фри. Вор в поезде Бренда едет в поезде. В вагоне невероятно жарко. Девушка сняла золотой браслет, украшенный бриллиантами, и положила на столик перед собой. Через несколько минут поезд заехал в туннель. Вокруг стало темно. Когда состав покинул туннель, браслета на столе уже не было. Действительно странно. Бренда в ужасе закричала. Мой браслет украли! В купе вместе с ней едут еще три человека. Хелен утверждает, что спала. Рэйчел читала книгу в телефоне. А Грегори ушел в уборную еще до того, как поезд заехал в туннель. Кто же украл браслет? Его украла Хелен. В самом начале ее рукава были закатаны. Но сейчас они натянуты на запястье, скрывая браслет. Пожар под водой. Моряк получил письмо от своей подруги. В нем она призналась, что изменила ему. Мужчина был так зол, что сжег письмо прямо под водой. После этого он был арестован. Как такое возможно? Он служил на подводной лодке. Новогодняя вечеринка. Эмма устроила новогоднюю вечеринку. Гости чудесно проводили время. Но вдруг кто-то пробрался в кухню и подсыпал что-то во все напитки. В результате Эмма и большинство гостей отравились. Лишь трое из них были в порядке. Они ничего не пили, поэтому вызывали подозрения. Первый гость объяснил, что он спортсмен. Ему нужно быть готовым к утренней пробежке. Второй мужчина покраснел и признался, что ему нравится Эмма. Он весь вечер ждал возможности поговорить с ней. А третий гость пожаловался на то, что с самого начала вечеринки его мучила боль в животе. Он просто не хотел навредить себе еще сильнее. Так кто же отравил напитки? Это был второй гость. На его ботинках бахилы. Он надел их, чтобы не оставить следов на полу в кухне. Диана идет по холодной улице в заброшенном городе. Температура такая низкая, что изо рта у нее идет пар. Она заворачивает за угол и видит тележку, заполненную едой и бутылками воды. Это настоящее сокровище. Особенно в мире, где целая цивилизация уже почти полностью уничтожена. Но стоило девушке прикоснуться к тележке, как из здания вышли три зомби. Они приближаются к Диане и тянутся к ней руками. Она хватает тележку и убегает. Но потом вдруг останавливается. Она поняла, что это были не зомби, а простые люди. Как она догадалась? У всех зомби изо рта идет пар. Значит, они дышат. Они живые. Одна известная киностудия нанимает новых сотрудников, светотехников и звукоинженеров, главного оператора, механика, светооператора, реквизиторов, каскадеров и редактора. Все они должны продемонстрировать свои профессиональные навыки, чтобы получить работу. У кандидатов есть неделя, чтобы снять мини-фильм. В понедельник они начинают. Актеры и актрисы смеются и плачут. Звукоинженеры записывают все их эмоции. Оператор ловит красивые кадры. Каскадеры выполняют трюки. Реквизиторы создают маленький городок с декорациями. Неделю спустя руководители студии смотрят фильм. Он ужасен. Никто не получает работу. Как это произошло? Почему они не смогли снять хороший фильм? Среди них не было режиссера, да и сценариста, который написал бы сценарий. Два друга сидят за одним столиком в кафе. Один из них говорит о вымирании динозавров. Он сообщает, что ученые собираются добыть генетический код этих древних существ. Второй друг говорит о вечеринке своей сестры. Там было много интересных людей, отличная музыка и вкусная еда. Остальных посетителей кафе немного раздражают громкие голоса парней. Но почему их диалог такой странный? Почему один говорит о динозаврах, а второй рассказывает ему о вечеринке? Что здесь происходит? Парни разговаривают не друг с другом. Каждый говорит по телефону через наушники. Уже поздно. В одном банке в очереди у банкомата стоит три девушки. Первая получает несколько купюр. Вторая смотрит по сторонам. А третья девушка что-то печатает на телефоне. Кто из них вор? Они все грабители. Банк закрыт. Посмотрите на табличку на двери. На ней написано открыто. Выходит, она повернута стороной закрыта на улицу. «Где мой торт?» Кричит шеф-повар. Ассистенты и младшие повара бегают по кухне. На сковородке горит стейк. Кухня заполнена дымом. На пол падает тарелка и разбивается на части. Шеф снова кричит. «Где мой торт? Кто его взял?» Все говорят, что были заняты готовкой. Никто не хочет признавать, что он съел торт. Шеф им не верит. Как думаете, кто украл торт? Никто. Торт в духовке. Видите? Ваня сидит в холодной камере. У него под ногами голая земля. В камере есть окно, но через него невозможно выбраться, так как оно расположено слишком высоко. Нет ни лестницы, ни стульев, только лопата. У Вани нет ни еды, ни воды. Ему надо выбраться оттуда через два дня. Но туннели рыть нельзя, так как стены слишком толстые и уходят глубоко под землю. Ваня устанет задолго до того, как пророет путь к свободе. Так как же ему выбраться? Ему нужно вырыть большую яму и использовать землю, чтобы сделать холмик. Он сможет забраться на него и дотянуться до окна. Максим ходит вокруг здания IT-университета. За ним идут три человека и что-то обсуждают. Максим заходит в зал голограммы. Люди заходят внутрь вслед за ним. Максим садится в кресло, а три человека идут на сцену, не прекращая разговаривать. Некоторые из них – голограммы. Но кто? Ноготь на указательном пальце правой руки этого парня сверкает. А у этой девушки две левые руки. Девушка в центре немного прозрачная. Выходят, все они голограммы. Подождите-ка. Посмотрите на Максима. Он сидит в кресле, но его тело не касается поверхности сиденья. Он тоже ненастоящий. Ранним утром Семен выходит из дома и отправляется на озеро. Солнце еще не встало. Вода кристально чистая. Вдалеке слышно кваканье лягушек. Семен делает несколько фотографий природы и одно селфи. Он выкладывает фото и подписывает их так. «Хорошо побегал. Нет ничего лучше утренней зарядки, дорогие подписчики. Хорошего дня!» После этого парень возвращается домой и ложится в кровать. Он спит до обеда, затем берет телефон и видит сотни комментариев. «Ха-ха-ха! Вот бы и мне так побегать! Парень, зачем ты нас обманываешь? Вот он настоящий день чемпиона!» Очевидно, подписчики поняли, что Семен утром не бегал. Но как? Он написал, что только что побегал, но его лицо не красное, и он совсем не вспотевший. Прошел год. Вам удалось выбраться из подвала. Но чтобы покинуть дом, вам нужно выбрать одну из трех дверей, которые создал ученый. Первая комната заполнена ядовитыми коническими улитками. Во второй сидит пять очень голодных белых медведей. Третья комната – это бак с соленой водой и сотнями пираний. Где безопаснее всего? В третьей комнате – пираньи, пресноводные рыбы. Им не выжить в соленой воде. Трое заключенных сидят за обеденным столом, но лишь один из них богат. Догадаетесь, кто? Не тот, на тарелке которого стейк и креветки. Ярлычок на его рубашке говорит о том, что он повар и любит готовить для себя что-то особенное. Парень с драгоценностями кажется богатым, но в тюрьме украшения практически ничего не стоят. Это третий заключенный. Богатые люди в тюрьме часто держатся в тени, чтобы не стать целью других заключенных. Поэтому он не выставляет на показ свой статус. Группа исследователей пытается проверить ваши знания. Вас везут в лабораторию на острове в Италии и предлагают вам три блюда. Лишь одно из них безопасно для еды. Какое блюдо вы выберете? Сыр с личинками, печень морского ежа или мухоморы? Печень морского ежа может быть ядовитой, если она неправильно приготовлена. А мухоморы – одни из самых опасных грибов в мире. А вот сыр с личинками действительно деликатес на итальянской сардинии. Он абсолютно безопасен для еды. Правда? Однажды вы просыпаетесь на арене. Вы понятия не имеете, как там оказались. Из колонок вы слышите, что должны побороть одно из трех животных гибридов. Какое существо вы выберете, чтобы выжить? Белого медведя с головой гадюки? Гиппопотама с головой льва? Или гибрида с головой и телом большой белой акулы и конечностями ягуара? Гибрида большой белой акулы. На его туловище жабры, а значит, он не сможет дышать на суше. Вы космонавт. Вы прилетели на Марс с научной экспедицией. Один член команды в спортивном костюме приветствует вас у входа на базу. Войдя, вы закрываете дверь и ждете, пока отсек загерметизируется, прежде чем снять скафандр. Зайдя внутрь, вы получаете сообщение о том, что на базе есть самозванец. Кто бы это мог быть? Коллега-астронавт, который закрыл лицо руками из-за солнечного ожога? Инженер со странными пятнами на коже? Или тот парень, что поприветствовал вас у входа? Человек, которого вы видели на входе. Если бы он был человеком, то не выжил бы вне базы в атмосфере этой планеты. Гуляя по лесу, вы натыкаетесь на таинственного местного жителя, преградившего вам путь. Он говорит, что пропустит вас только если вы разгадаете его загадку. А если не разгадаете, вам придется остаться в лесу навсегда. Итак, вот загадка. Вы моря без воды, берега без песка, города без людей и горы без вершин. Что вы? Вы – карта! Вы решили исследовать местную пещеру. Вы заходите в нее, как вдруг обвал блокирует вам дорогу назад. Впереди четыре туннеля. Перед каждым – табличка с указанием того, какие опасности скрываются внутри. Какой путь вы выберете, чтобы выжить? Туннель с раскаленной лавой? Туннель, заполненный ядовитым газом? Туннель, кишащий летучими мышами? Или туннель с ядовитыми пауками? Последний туннель. Пауки не охотятся на людей, да и вообще обычно их избегают. Вы только что переехали в новый город, где работает всего два парикмахера. Вы посещаете их обоих, чтобы решить, кого выбрать. В первом салоне небольшой беспорядок, а парикмахеру не мешает подстричься и побриться. Второй салон сверкает чистотой, а у парикмахера отличная прическа. Однако, вы выбираете первый салон. Почему? Парикмахеры стригут волосы друг другу. Вы выбрали того, кто сделал второму красивую стрижку. Вы устроились прислугой в шикарный особняк. Но его владелец дает вам непростую задачу. Мне нужно минимальное количество стульев, чтобы усадить за стол четырех отцов и двух дедушек с четырьмя сыновьями. Вы не можете задавать вопросов. Сколько стульев вам понадобится? 4. Отцы тоже могут быть дедушками, и все они чьи-то сыновья. Мария продавала канат за 3 доллара. Покупатель дал ей 10. Так как у нее не было сдачи, она пошла в продуктовый магазин по соседству, чтобы попросить мелочь. Она вернулась с семью долларами. Но затем продавец магазина зашел к Марии и сказал ей, что она дала ему фальшивую купюру. Она позвонила детективу. Он спросил Марию, сколько она потеряла. Что ей ответить? 7 долларов и канат. Итак, Рик хочет стать знаменитым шеф-поваром. Но кулинарная школа принимает лишь абитуриентов старше 18 лет. Брат Рика, Джефф, в два раза старше Рика. Сестра Рика, Рут, в два раза моложе Джеффа. В этом году ей исполнилось 18 лет. Может ли Рик подать заявление в школу своей мечты в этом году? Да, ему 18 лет. Рик и Рут одного возраста, потому что они близнецы. Рик подготовил документы для кулинарной школы. Но ему нужно получить опыт работы и рекомендации. Он нашел три объявления о работе. У Билла есть небольшая закусочная на четвертом этаже местного торгового центра. Ему нужна помощь на кухне. Холли предлагает стажировку на неполный рабочий день в своем модном суши-ресторане. Но сначала нужно заплатить 300 долларов за двухнедельное обучение. Сэму нужен помощник в его магазин «Лапши». Только одно из этих предложений не фальшивое. Можете сказать, какое? В торговом центре нет четвертого этажа. Фотография Холли висит на окне ресторана. И там написано «мошенница», так что Рику нужно выбрать Сэма. Сэму понравился Рик и его резюме. Но он хотел проверить его, прежде чем нанимать. Поэтому он дал Рику список ингредиентов и попросил его принести их из кладовой. Но Сэм закодировал этот список. Можете помочь Рику найти все товары? Вот первый ингредиент. Я всегда стараюсь догнать своего приятеля горчицу. Что я? Уже догадались? Это кетчуп. Вот следующий. Мой самый близкий друг – арахисовое масло. Что я? Второй ингредиент – желе. Я круглый, и меня едят только в жареном или запеченном виде. Что я? Догадались? Это пончик. Я и птица, и фрукт в одно и то же время. Что я? Киви. Я иду с большинством овощей и закусок. Что я? Это соус. Я стаканчик, но не с водой, а с чем-то вкусным. Что я? Это кекс в стакане. Небольшой бассейн с двумя слоями. Один слой белый и мягкий, а другой темный и твердый. Среди светло-коричневого травянистого газона и зелени. Что это? Это кокосовый орех. Меня трудно откусить ровно, и меня можно долго жевать, если я слишком сухое. Что я? Правильный ответ – вяленое мясо. Я зеленый овощ, похожий на крошечные деревца. Что я? Сможете догадаться? Я брокколи. Иногда он коричневый, а иногда зеленый. В любом случае, от него приходится морщиться. Но где-то посередине, на очень короткое время, он бывает идеально желтым и вкусным. Что это? Наверняка вы угадали, что это виноград. Многие думают, что я овощ, но на самом деле я фрукт. Я красный, когда созрею, и меня нарезают ломтиками и подают с гамбургерами. Что я? Помидор. Я расту на земле, и меня можно найти среди листьев. Я бываю ядовитым или вкусным лакомством. Что я? Сможете догадаться? Это гриб. Обычно меня очищают снаружи и готовят то, что внутри. А потом меня съедают снаружи и выбрасывают то, что внутри. Что я? Правильный ответ – кукуруза. Мумии могут использовать меня для обертывания. Что я? Шаурма. Серьезно? Время для последнего ингредиента. У меня красное пальто, а в середине косточка. Что я? Я вишня. Отличная работа. Рик принес все ингредиенты. Сэм сразу же нанял его и попросил принимать заказы. Рик увидел в кафе трех посетителей, но только один из них – человек. Можете определить, кто именно? У этой женщины жабры, как у рыбы. Она русалка. И этот парень носит брюки вместо рубашки. И он пытается расплатиться ракушками. Понятно, что он не с этой планеты. Кто-то украл коробку с чаевыми из кафе Сэма. Полиция прибыла почти сразу. Рик сказал, что он видел только спину грабителя. И это была женщина. На следующий день произошло еще одно ограбление. Но на этот раз охраннику удалось заблокировать выход. Полиция прибыла через минуту. Они увидели в кафе четырех женщин. Можете сказать, кто воровка? Это Пэм. Она единственная, чья обувь подходит для бега. Полиция уже почти арестовала Пэм, но ей удалось сбежать. Рик побежал за ней и заметил, что она забралась в школу. Рик последовал за ней. Он заметил толстовку Пэм у одной из дверей и вошел в класс. Рик столкнулся с четырьмя дамами, похожими на Пэм. Можете помочь ему найти настоящую Пэм? Вот она. У нее на столе нет ни книг, ни ручек. Через два месяца Сэм дал Рику хорошую рекомендацию. Рик подал заявление в кулинарную школу. Теперь он должен сдать экзамен. Приготовить вкусный суп. Три девушки проходят с ним один и тот же тест. Они понравились ему одинаково, но только одной из них можно доверять. Можете сказать, кому именно? У Дженни в коллекции специи есть бутылочка с ядом. Фиона положила в свой суп булавки. Это тоже очень подозрительно. Келли не сделала ничего плохого и заслуживает доверия. После теста с супом Рик получил новое задание. Он должен сказать, какой кекс находится в самом центре подноса. Сможете ему помочь? Розовый. Ребята приехали в больницу, чтобы взять интервью у знаменитого профессора Томпсона. Но сначала он должен был помочь четырем людям. Кайл заявил, у меня расстройство. Я мою руки сто раз в день. Келли сказала, я боюсь высоты и не могу ездить на велосипеде. Фред пожаловался. У меня водобоязнь. Я даже не могу смотреть на кран. Дженни утверждала, что у нее хлаустрофобия. В лифтах она падает в обморок. Доктор Томпсон знал, что только один из них сказал правду. Можете сказать, кто это? Фред не может бояться воды. У него дома есть аквариум с рыбками. Дженни живет в крошечном фургоне, так что у нее не может быть клаустрофобии. А в квартире Кайла слишком грязно для того, кто боится грязи и микробов. Итак, это Келли. Она спит на полу, что нормально для человека с боязнью высоты. Следующая остановка – жуткие пещеры. Зак и Питер отправились посмотреть древние руины посреди леса. Там исчезло много людей. Ребята услышали странные крики, доносящиеся из пещеры. Побежали на звук и заблудились. Вдруг они увидели три туннеля. Первый туннель был в огне. Во втором туннеле сидел голодный вампир. А третий туннель был заполнен ядовитыми яблоками. Какой путь им выбрать? Третий туннель безопасен. Им просто не нужно есть эти яблоки. После приключения в пещере Зак и Питер отправились в супермаркет, чтобы купить продукты. Наверное, они проголодались из-за яблок. Видите привидения в этом зале? Вот оно! Питер и Зак узнали, что люди видели зомби в этом заброшенном городе. Поэтому они решили сделать там остановку и все проверить. Город выглядел пустым. Ребята были разочарованы. Но вдруг из ниоткуда выскочила толпа голодных зомби и начала их преследовать. Ребята забежали в больницу и заперли дверь. Зомби начали ее выламывать. К счастью, скоро прибыл вертолет со спасателями. Он собирался приземлиться на крышу. Заку и Питеру нужно было добраться туда как можно скорее. Помогите им найти кратчайший путь. Спасатели пригласили Питера и Зака прыгнуть с парашютом. Они согласились и надели рюкзаки. Они сделали этот снимок внутри самолета прямо перед прыжком. Можете сказать, кто из этих людей в опасности? Вот этот человек. На нем обычный рюкзак вместо парашюта. Ребята сделали остановку на берегу знаменитого таинственного озера. Они отправились на рыбалку. Вдруг из воды выпрыгнула русалка и затащила Зака в озеро. Питер прыгнул в воду, чтобы спасти друга. Скоро он нашел Зака, завернутого в водоросли, на камнях посреди озера. Покруг Зака сидели три русалки и пели песни. Заметив Питера, они сказали. Мы освободим твоего друга, если ты угадаешь, кто из нас не настоящая русалка. Можете помочь парню? Вот это девушка. Ее хвост не настоящий. Чуть позже ребятам позвонила тетя Питера, Сара. Она была очень расстроена. Она обнаружила, что оставила свое кольцо с бриллиантом в их трейлере. Питер нашел кольцо и сказал, не волнуйся, мы отправим его тебе обратно. Но была одна проблема. Если отправить кольцо по почте и не запереть коробку, кольцо украдут. И у Питера, и у Сары было несколько замков. Но ни у кого из них не было ключа, который открыл бы замок другого. Тем не менее, им все удалось. И Сара получила свое кольцо назад. Как они это сделали? Питер запер шкатулку с кольцом и отправил ее Саре. Когда Сара получила коробку, она добавила свой замок и отправила его обратно. Питер получил коробку и снял замок. А потом он отправил коробку обратно Саре. Она открыла замок своим ключом и достала кольцо. Да, решение этой задачи получилось непростым. А как насчет этих тюбиков? Они все одинаковые. Нет, краски номер 2 и номер 6 отличаются от остальных. Поможете Вэнди найти здесь лишний цвет? Краска номер 1 немного темнее остальных. А как насчет этой коробки? Здесь все цвета одинаковые. Загляните в эту коробку. Есть ли в ней краски, которым там не место? Этот цвет немного отличается. А как насчет этих красок? Они все одинаковые? Нет, краски номер 1 и номер 2 здесь лишние. И, наконец, эта коробка. Видите краску, которой здесь быть не должно? Она в тюбике номер 8. Вэнди устроилась на работу менеджером супермаркета. Она назначила ночные смены Вики и Фиони. Им пришлось пополнять запасы продуктов в круглосуточном супермаркете в торговом центре. Сначала девушки боялись проходить через темный и пустой торговый центр, чтобы попасть в супермаркет. Но скоро привыкли. Однажды Вэнди пришла в 3 часа ночи, чтобы их проверить. Она увидела, что кассовый аппарат открыт. И в нем пусто. Вэнди задала только один вопрос. Что вы делали, когда произошла кража? Вики сказала, полки с чипсами были почти пусты. Поэтому я пошла на склад, чтобы пополнить запасы. Но кто-то переставил все коробки, и мне пришлось 15 минут их искать. Когда я вернулась, денег уже не было. Фиона сказала, я уже закончила работу и решила пройтись по магазину в торговом центре. Я не знаю, что случилось, пока меня не было. Догадываетесь, кто вор? Фиона! Кража произошла ночью. Все магазины были закрыты. Как она могла по ним пройтись? Когда Фиону разоблачили, она убежала из супермаркета. Вэнди решила провести собственное расследование. Оказалось, что у Фионы было четверо друзей. Вэнди была уверена, что Фиона прячется у кого-то из них. Поскольку Вэнди не работала в полиции, она не могла получить ордер на обыск и всех навестить. Но она могла изучить их аккаунты в Инстаграме. Давайте посмотрим на их свежие посты. Догадываетесь, кто прячет Фиону? Этот парень не один. В кадре есть рука. Узнаете маникюр Фионы? Попалась! Вэнди получила премию от владельца супермаркета за помощь в поимке преступника. Теперь она может поехать в Азию. Вэнди приехала в аэропорт. Вдруг охранники аэропорта заперли двери, и она услышала объявление. Внимание всем пассажирам! В здании прячется опасный преступник. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и будьте осторожны. Аэропорт возобновит свою работу, как только мы его найдем. Вэнди решила посетить дамскую комнату. Войдя в туалет, она сразу позвонила в службу безопасности аэропорта. Почему? Взгляните на эту тень. Преступник прячется во второй кабинке. Преступник был пойман, и Вэнди могла продолжить приключение. Девушка прошла регистрацию и направилась к выходу. В самолете к ней подошел парень по имени Чар. Он сказал, что Вэнди заняла его место. Вэнди показала ему свой посадочный талон и сказала, что он ошибся. Но Чак настаивал. Кто из них прав? Вэнди. Номер места Вэнди 16Ай. А на посадочном талоне у парня номер 19Ай. Он просто посмотрел на номер вверх ногами. В параллельной вселенной разрешено только веселиться и есть конфеты. Здесь никто не читает и тем более не учится. Валентина вернулась домой после длинного дня в клубе. Три ее дочери были дома весь день. Женщина спросила их, чем они занимались. Анна сказала, что ходила в магазин за новой настольной игрой. А после весь день играла в нее с друзьями. Алена сказала, что была с одноклассниками в бассейне. Ева сказала, что весь день смотрела сериалы и ела мороженое. Валентина была уверена, что одна из ее дочерей говорит неправду. Кто же это? Это Анна. Настольная игра, которую она купила, еще не распакована. Вряд ли она в нее играла. Четверо друзей ехали в Нью-Йорк, чтобы провести там выходные. В машине играла музыка. У всех было хорошее настроение. Так что водитель отвлекся и попал в аварию. Прибывшая полицейская начала расследование. Она спросила ребят, кто был за рулем. Но никто не хотел признаваться. Тогда офицер полиции осмотрел автомобиль. А вы догадались, кто вел машину? Смотрите, на водительском сидении висит сумочка. Она явно женская. В компании всего одна девушка. Выходит, скорее всего, она вела машину. Марина вернулась домой после работы и спросила дочери, чем они занимались весь день. Они все были наказаны. Им запрещено выходить из дома и смотреть телевизор. Кристина сказала, что занималась уборкой и только что закончила готовить пиццу на ужин. Валерия сообщила, что была наверху в своей комнате и читала. А Лилия сказала, что провела весь день, убираясь в своей комнате. Кто из них лжет? Кристина. Она сказала, что сама сделала пиццу. Но тогда откуда в мусорке коробка от пиццы? Пиццу она заказала, а сама, скорее всего, занималась чем-то другим. Алена нашла своего друга Олега на полу чердака в его доме. Она вызвала полицию. Прибывший офицер попросил девушку рассказать, что случилось. Алена сказала, что проходила мимо дома Олега и заметила, что в окнах горел свет. Она подошла к окну, заглянула внутрь и увидела его на полу. Она позвонила в полицию и забежала в дом. Полицейский ей не поверил. А вы? Нет, все звучит как-то странно. Парень был на чердаке. Алена просто не могла увидеть его через окно. Только если в ней не шесть метров. В среду пропала ученица старшей школы Лиля. Есть три подозреваемых. Екатерина, директор школы. Светлана, школьный повар. И Сергей, уборщик. Екатерина сказала, что у нее было много работы. Она весь день провела у себя в кабинете, не покидая его. Светлана утверждала, что после рабочего дня ей пришлось остаться на кухне, чтобы убраться перед выходными. А Сергей сказал, что после уроков пошел в магазин за покупками и вернулся всего пару часов назад. Кто из них виноват? В словах Светланы есть что-то подозрительное. Сегодня среда. Тогда о какой уборке перед выходными она говорит? Антон ехал из Мадрида в Амстердам. Но когда его поезд прибыл на станцию, Антона там не было. Его друг сообщил о его исчезновении. Полиция обнаружила следы в паре сотен километров от Мадрида. Сначала они увидели отпечатки обуви Антона, а немного подальше от этого места был найден его чемодан. Затем полиция допросила мужчину, который последним видел Антона. Он сказал, что у того не было билета на поезд. Когда Антон увидел проводника, он сначала выбросил чемодан, а затем и сам выпрыгнул из поезда. Вы верите этому человеку? Если бы это было правдой, то сначала полиция нашла бы чемодан, а уже потом следы Антона. Но в этом случае мы можем сделать заключение, что парень не выпрыгнул сам. Его столкнули с поезда. Как грубо. Король одной страны устраивал пир, на который пригласил всех своих друзей. Гости собрались в большом зале, но перед началом празднования источник сообщил королю, что все напитки отравлены. Король ничего не сказал и предложил всем поднять тост за новое тысячелетие. Все гости встали и подняли свои бокалы. И тогда король заметил злодея, который пытался отравить его и других гостей. Кто это? Вон тот парень держит в руках пустой бокал. Он знает, что напитки отравлены, поэтому ничего себе не налил. Однажды холодной зимней ночью кто-то украл драгоценности из дома известной певицы. Вор не успел далеко убежать, потому что мимо проезжала полиция. Преступник спрятал сумку с драгоценностями в снегу и растворился в толпе. Детектив Андерсон задержал двух подозреваемых. Взгляните на них и попробуйте угадать, кто обворовал певицу. Если копать снег голыми руками, они покраснеют. У этого мужчины красные пальцы и ладони. Женщина могла бы копать снег в перчатках и тоже быть воровкой. Но у нее не получилось бы бегать на таких высоких каблуках. Профессор университета зашел в лекционный зал, где его коллега, пожилой преподаватель, читал лекцию по квантовой физике. Он писал на доске формулы, а его ученики делали записи на ноутбуках. Профессор знал, что один из студентов уснул. Он начал ходить по комнате, по очереди останавливаясь позади каждого из них. Кто же тут спит? Почти все студенты записывают формулы. Кроме этого, экран его ноутбука выключен. Это потому, что парень заснул. Детектив Андерсон преследовал грабителя, одетого в смокинг, когда тот вдруг забежал в огромный зал. Все люди там одеты официально. Помогите детективу Андерсону найти среди них подозреваемого. Надо ловить этого парня. Он вспотел, потому что бежал. Босс накричал на Лео из-за того, что тот не выполнил еженедельный рабочий план. Теперь Лео должен провести все выходные в офисе и закончить работу. Босс забрал магнитную карточку Лео, чтобы молодой человек не мог покинуть здание. Прошло несколько часов, и Лео захотел есть. В офисе нет ни воды, ни еды. Но в соседней комнате за дверью с магнитным замком есть холодильник и кулер. В понедельник Лео отдал своему боссу готовый отчет. Парню удалось раздобыть еду и воду. Как он это сделал? Лео просто подошел к холодильнику и взял себе еды. Никто не говорил, что дверь с магнитным замком была заперта. Майк проснулся на заднем сиденье гоночной машины. Двигатель ревел, а ветер дул Майку в лицо. За рулем никого не было, а впереди был обрыв. Руки Майка были связаны. Он без колебаний выпрыгнул из машины и приземлился на асфальт. Удивительно, но он не получил ни единой царапины. Как это возможно? Машина не двигалась. Просто ее двигатель работал. Виктория подошла к своему дому. Свет включился автоматически и осветил ей дорогу к двери. Виктория вставила ключ и зашла внутрь. Через пару часов раздался звонок в дверь. Девушка посмотрела в глазок, увидела силуэт мужчины в шляпе и побоялась открывать дверь. Но не потому, что это не знакомец, а потому, что это не человек. Почему она так решила? Датчик света не сработал, потому, что снаружи нет физического тела. На краю пустыни стоит огромный ангар. Пилот Тайлер заходит внутрь и замечает кошку, спящую под потолком на одной из балок. Тайлер решает ее спасти. Там нет лестницы и ничего такого, чем можно воспользоваться, чтобы залезть под потолок. Единственное, что видит пилот, это большая лужа воды на полу. Как же кошка туда попала? Там была пирамида из кубиков льда. Кошка залезла на нее и забралась на балку. Затем лед растаял и осталась лужа. Маргарет, Рэйчел и Диана идут по улице и рассказывают друг другу о своих планах на выходные. Девушки выглядят богатыми, но только у одной из них много денег. Кто это? Это Маргарет. В ее сумке лежит ключ от Феррари. Выходя из дома, Сэнди достала из сумки солнцезащитные очки и случайно их разбила. Теперь ей нужно купить новые. Сэнди вызвала такси и поехала на улицу с модными бутиками. Лучшие очки в городе, гласит вывеска на первом здании. Лучшие очки в мире написаны на втором бутике. Надпись на третьем магазине самая крутая. Сэнди направилась туда. Что написано на третьем магазине? Лучшие очки на этой улице Джонни просматривает свои счета. 50 долларов за электричество. 39 за воду. 70 за сумку. 448 за новый телефон. 52 за ужин в ресторане. 589 за компьютер. 637 за номер в дорогом отеле. Он получил бонус в 978 долларов на работе. Но ему еще нужно купить новый холодильник для мамы за 798 долларов. Джонни скоро уезжать. И он хочет знать, сколько денег ему понадобится. Как он может быстро все вычислить? Для этого на телефоне есть приложение «Калькулятор». Самый простой ответ часто оказывается правильным. Детектив Андерсон расследует дело о пропаже чистокровных щенков. У него есть список из трех подозреваемых. Он посетил каждого из них. Первая подозреваемая – девушка. Она сказала, что провела день со своими друзьями и у нее аллергия на собак. Второй подозреваемый – пожилой мужчина. Он сказал, что последние несколько дней не выходил из дома. Третья подозреваемая – известный видеоблогер. Она заявила, что весь день снимала видео для YouTube. Кто из них лжет? Первая девушка. Она сказала, что у нее аллергия на собак. Но у нее на кухне стоит миска с собачьим кормом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова